Владимир Путин Владимир Путин в центре внимания переговоров президента России и двусторонние отношения и взаимодействия по международным вопросам. Путин завершил свой очередной визит в Китай, от которого, как могло показаться, следовало ждать прорывных решений. Ведь на Санкт-Петербургском форуме президент заявил, что вскоре стартуют переговоры с китайцами о создании торгово-экономического партнерства между Китаем и Евразийским экономическим союзом. Уже в июне с нашими китайскими коллегами мы планируем дать официальный старт переговорам о создании всеобъемлющего торгово-экономического партнерства в Евразии с участием государств Европейского экономического союза и Китая. Рассчитываю, что это станет одним из первых шагов к формированию большого евразийского партнерства. Тогда же было отмечено, что в Астане союзники России по Евразийскому экономическому союзу высказались за развитие сотрудничества с Китаем по развитию экономического пояса шелкового пути. Однако визит Путина в Поднебесную принес только весьма лаконичную новость о подписании заявления о начале переговорного процесса по разработке соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и КНР. Почему же интеграция в восточном направлении идет так медленно? Тому есть несколько причин, которые связаны прежде всего со спецификой российского и китайского интеграционных проектов. Евразийский экономический союз имеет несколько очевидных для любого наблюдателя изъянов. Во-первых, это альянс экономик несопоставимого масштаба. На Россию и Казахстан приходится по разным методикам подсчета от 95,1% до 95,6% суммарного ВВП союза. И с Россией, и с Казахстаном у Китая налажены прочные экономические связи. Какой смысл их дублировать? Кроме того, главным экспортным товаром обоих лидеров Евразийского экономического союза выступают нефть и нефтепродукты. 60% российского и 53% казахстанского экспорта в Китай. А торговля энергоносителями вообще не регулируется нормами Евразийского экономического союза. Поэтому самым очевидным выступает вопрос о значимости Евразийского союза как самостоятельного субъекта и, соответственно, о необходимости выстраивать с ним особые отношения. Ведь по отдельности с его основными участниками они и так давно налажены. Уважаемый президент Назарбаев, вы наш большой друг. Я очень рад вас видеть вновь. Мне очень приятно еще раз посетить красивый Казахстан спустя полтора года. И сегодня, кстати, очень хорошая погода. Я бы хотел поблагодарить казахстанскую сторону за отчаянную подготовку и прекрасную организацию для китайской делегации. Во-вторых, как организация Евразийский союз выглядит недостаточно влиятельной, а роль в нем России гипертрофированной и не вполне предсказуемой. В отличие от остальных участников, Россия находится под международными санкциями. Но, что важнее, сама вводит, порой неожиданно и жестко, разного рода ограничительные меры, ударяющие и по странам Евразийского экономического союза. Запреты на реэкспорт, ограничение транзита, препятствование торговым отношениям участников союза с третьими странами. Известно, что Украина вынуждена из-за позиции Москвы пользоваться организованным с китайским участием Каспийско-Кавказским коридором для поставки грузов в Казахстан. Так что партнерство между членами союза выглядит не всегда убедительным. В-третьих, Евразийский союз, очевидно, имеет значительную политическую составляющую, не выходя за пределы бывшего СССР и воспринимаясь как некая реинкарнация Советского Союза. Насколько можно судить по его первым годам, он не имеет шансов серьезно расшириться дальше. И интерес Китая к нему поэтому естественным образом невелик. Кроме того, стоит откровенно отметить, что Евразийский союз – это сообщество сжимающихся экономик. Если в 2011 году его суммарный ВВП по рыночному валютному курсу составлял 2,35 трлн долларов, то в 2015 всего 1,55 трлн. Правительства в странах Евразийского экономического союза не имеют стратегий борьбы с кризисом. Их валюты обесцениваются, внутренний спрос падает. Торговля КНР с Россией и Казахстаном в 2015 году сократилась на 33,7% по сравнению с 2013 годом. В Союзе нет должного динамизма и не предвидится в условиях нисходящего тренда на глобальном рынке сырья. А для китайской стороны это крайне значимо. В-четвертых, Китай сформировался как современная экономика на открытости мировым рынкам и на хозяйственной кооперации с Западом. Россия, организуя свой интеграционный проект, действует преимущественно ситуативно и поворачивается к Азии прежде всего, потому что отворачивается от Европы. Она втягивается в континентальное пространство Средней Азии по канонам геополитики конца XIX века, переоценивавшей роль Хартленда. В то время как Китай ориентируется на океанскую торговлю, слабо развитую в России. В доказательство перевалка всех типов грузов во всех российских портах меньше, чем в одном порту Шанхая. И поэтому при всей нужной риторике китайцы считают российский проект интеграции во многом тупиковым. Все это, говоря откровенно, делает углубление и особенно формализацию сотрудничества между Китаем и Евразийским Союзом далеко не приоритетной для Пекина задачей. Однако есть и другая совокупность факторов. Китай со своей стороны имеет и реализует свои интеграционные проекты. И они слишком сильно отличаются от российских. Во-первых, основным направлением, в котором смотрит Китай, является юг, а не северо-запад. На протяжении всех 2000-х годов Пекин стремился создать свою зону свободной торговли. И таковая вступила в силу с 1 января 2010 года со всеми странами ОСЭАН, ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Сегодня ее ВВП по рыночному валютному курсу составляет 13,3 триллиона долларов, а без Китая – 2,4 триллиона. В рамках этой зоны тарифы на поставку продукции почти 8 тысяч товарных групп 90% оборота обнулены, А средние пошлины по остальным позициям составляют 0,4%. Может быть, об этом не говорят слишком открыто, но мифический договор о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и КНР вряд ли сможет включать в себя пункт о зоне свободной торговли, просто потому, что Китаю придется согласовывать его со своими партнерами или ухудшать условия торговли с ними. А это Пекину нужно сейчас меньше всего. Напомним, российскую и казахстанскую нефть можно купить и так, а на государство Евразийского экономического союза приходится всего 2,4% китайского экспорта. Во-вторых, в отличие от российских интеграционных проектов, китайские подчинены экономической логике и прежде всего продвижению местных товаров на мировые рынки, в частности в Европу. Поэтому если Евразийский экономический союз служит в основном азиатизацией России, то его конкурент – проект шелковых путей, состоящий из морского шелкового пути 21 века и экономического пояса шелкового пути европеизации Китая. Именно поэтому основное внимание Китая будет обращено на Казахстан, Туркмению, Иран и Закавказье, через которые пройдут наиболее выгодные пути в Европу, а не на Россию, где китайцам уже 8 лет показывают красивые презентации проекта скоростной трассы «Москва-Оренбург». Более того, если Россия не нормализует отношения с Западом, она и сформированные ею интеграционные объединения будут намного менее привлекательны для Китая. В отличие от Москвы, Пекин видит в Евразийском экономическом союзе не альтернативу Европе, а самый прямой путь в нее. Это пока в России склонны упускать из виду. Проект возрождения нового шелкового пути обсуждали сегодня на Астанинском экономическом форуме. Участники нового глобального проекта уже заявляют о готовности вливать инвестиции, а транзитные страны, включая Казахстан, создают необходимую инфраструктуру. В проекте «Поощрение устойчивого развития промышленности в экономическом поясе нового шелкового пути, использование потенциала промышленных парков в зонах городов» принимают участие Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан и Китай. Новая платформа «Совместное развитие» под таким девизом «Все они» открылась Экспо шелкового пути 2016. Перспективы возрождения нового шелкового пути обсудили также участники Астанинского экономического форума. Спикеры говорили о сотрудничестве стран, расположившихся вдоль исторического маршрута, высоком потенциале формирования новой экономической реальности для региона. В-третьих, Китай опять-таки, в отличие от России, в своих планах привязывания к себе союзников, опирается не на политические моменты, а на гигантский инвестиционный потенциал фонда шелкового пути и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Поэтому он привлекает партнеров не совещаниями и саммитами, а дорогами, тоннелями, портами и электростанциями. И поэтому Китай все чаще вытесняет Россию из той же Средней Азии со своими инвестициями. Сегодня КНР уже выступает крупнейшим инвестором в Казахстан, Киргизию и Таджикистан, а скорость закрепления китайских компаний на территории этих стран порой порождает там народное волнение. Все это показывает, что проект экономического пояса шелкового пути никак не станет дополнением Евразийского экономического союза, а может оказаться скорее его прямым и более удачливым конкурентом. Сомнительность расширения российского интеграционного проекта на Китай обусловлена, кроме всего прочего, ситуацией и в самой России. Летом 2014 года в Москве всерьез считали, что Китай легко заменит россиянам западных инвесторов и кредиторов после введения санкций. Но этого не произошло. Даже только что подписанное соглашение по строительству скоростной железной дороги Москва-Казань предполагают правительственные гарантии с российской стороны. Пекин не хочет рисковать. Для китайцев важен результат, а не процесс. Они хотят посмотреть, когда будет введен в строй газопровод «Сила Сибири». И только после этого, может быть, задумается о новом. «Сила Сибири» сейчас наткнулась на подводный камень и может вообще затонуть, поскольку строительство хотя и началось, но идет оно с большими задержками. Уже признано, что в 2018 году никакого газа на границе Китая не будет. В лучшем случае сейчас объявляют 2021 год, как начало поставок. Так что «Сила Сибири» имеет сомнительные перспективы. Тем более, что цена газа, по формуле, о которой договорились, она сейчас меньше, чем себестоимость добычи и транспортировки газа до китайской границы. Они будут торговаться по ценам газа и нефти, используя в своих интересах российские трудности. Они будут договариваться об особых льготах на ведение бизнеса в России, ни в коем случае не открывая пропорционально собственного рынка. Положение Китая сейчас очень выгодно. Россия считает его своим союзником номер один. Тогда как Россия для Китая, если отбросить тосты и поздравления, один из партнеров и далеко не самый значимый. Позиции России и Китая сегодня различны практически во всем. Россия – петрогосударство с устаревшей структурой экономики. Петрогосударство, напомним от английского слова «петролиум» – «нефть» – это богатые нефтью страны с сильно коррумпированными государственными институтами, неэффективным частным сектором и технологически отсталой промышленностью. Мы не изменили структуру экономики. Она у нас сырьевая, она у нас основана на извлечении огромного количества природных ископаемых. и их последующей продажи на экспорт. Никто не может сказать, что у нас не социальное государство, хотя и сырьевая модель экономики, к сожалению. Она у нас модель социальная, если посмотреть на структуру бюджета. Действительно, огромное количество ресурсов, огромные деньги мы выделяем на решение социальных вопросов. Опираясь, конечно, прежде всего на сырьевой сектор, 40% бюджета формируется только за счет нефтянки. Россия сильна только нефтью и газом, а мы уже давно ничего не производим. И живем, проедая доходы от экспорта ресурсов. Существенная беда, и эта притча во языцах, конечно же, сырьевой характер нашей экономики. Нефть, газ, трансляция ресурсов за границу – это печальная реальность, с которой приходится по-прежнему жить. Китай – крупнейший в мире производитель промышленной продукции. Россия – континентальная страна, связанная с миром только нефти и газопроводами, с устаревшей инфраструктурой. Китай – морская держава с расширяющейся географией внешних связей и одной из самых передовых инфраструктур. Россия – государство, политический интеграционный проект которого ведет в тупик пустынь и гор. Китай – страна, укрепляющая свое влияние в ключевых точках мира и предпочитающая экономическое вовлечение политическим соглашениям. Эти страны слишком различны, чтобы интегрироваться. Можно даже сказать, что они слишком разные, чтобы долго оставаться партнерами. Но это покажет только будущее. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА